Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги «Премудрости Иисуса, сына Серахова», 24 глава. Она начинается с песни, с охвалебной оды «Премудрости Божьей». «Премудрость прославит себя, и среди народа своего будет восхвалена». «Премудрость не бывает в воздухе растворена, ее носителями бываем и призваны быть мы с вами, поэтому хочешь доброй славы, прилепись к премудрости, именно на нее возложи свои упования, для нее открой сердце свое. В церкви Всевышнего она откроет уста свои и пред воинством его будет прославлять себя». Церковь в те времена была известна ветхозаветная, а в наши времена и полнота истины, столб и утверждение истины есть церковь наша православная. Очевидно, что желающий премудрости, именно в ней призван почерпать, в церкви почерпать премудрость, ибо она не только для земных, но и для небесных остается неповреждаемой, всегда самой себе тождественная, потому и пред воинством его, то есть пред ангелами, будет прославлять себя. И далее прямая речь от лица премудрости. «Я вышла из уст Всевышнего и, подобно облаку, покрыла землю. Я поставила скинью на высоте и престол мой в столпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны. В волнах моря и по всей земле и во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими я искала успокоения и в чьем наследие во дворица мне. Тогда Создатель всех повелел мне и произведший меня указал мне покойное жилище и сказал «Поселись в Иакове и прими наследие в Израиле». Здесь речь о том, что во времена процветания всех народов лучшее, что в них было, это устремление к истине, поиск премудрости. Не всегда, далеко не всегда этот поиск увенчивался достойными плодами и составляя целые великие и многовековые культы, однако навлекали на себя эти народы определение царя и псалмопевца Давида язык боги народов суть бесы. Поклоняясь лже богам, народы приходили только через идлопоклонство приходили к демонопоклонству, но Бог указал при мудрости место ее упокоения. Это народ Израилев. Почему? По той причине, что именно в нем надлежало пребывать упованию на грядущего Мессию. Именно в нем слышались пророческие указания на грядущего Спасителя. Именно здесь премудрость создала себе дом, в котором надлежало вратами Пречистой Девы войти в мир Господу нашему Иисусу Христу. Прежде века от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки. Я служила пред Ним во Святой Скинии, и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе и в Иерусалиме власть моя. И укоренилась я в прославленном народе, в наследственном уделе Господа. Господь дал землю Израилеву народу своему, но не для того, чтобы оттуда выросло то сообщество, которое потребует себе поклонения от всех народов земли, и во главе которого некогда встанет Антихрист от рода иудейского для того, чтобы воцариться над всеми царями земными и потребовать себе божественного поклонения, но для того, чтобы в отрасли, происшедшей от народа израильского, благословились все народы земные, и уготовил Господь жизнь народу Израилеву для того и позаботился о том, чтобы изгнать многие народы от лица их, чтобы в них прозвучали пророческие указания на грядущего Спасителя, и упованием на Мессию жил народ Израилев, а премудрость жила в нем. Я возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Янгаде и как розовые кусты в Ерихоне. Я, как красивая маслина в долине и как платан возвысилась. Как корица и аспалав я издала ароматный запах и как отлично и смирно распространила благоухание. Как халвани, оникс и стакти и как благоухание ладана в Скинии. Я распростерла свои ветви, как теревинф, и ветви мои, ветви славы и благодати. Удивительно прекрасные образы, но все они указывают на грядущую славу. Как запах еще не вкушения плода, как рассвет еще не появления солнца, так и жизнь ветхозаветного Израиля это лишь преддверие той полноты истины, которая является для всего человечества в Господе нашем Иисусе Христе. Как виноградная лоза, произращающая благодать, и цветы мои плод славы и богатства. Вспомним, что и Господь наш называл себя виноградной лозой, пребывая на которой как ветви, и мы способны дать добрый плод, «Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими, ибо воспоминания обо мне слаще меда и обладание мною приятнее медового сота. Ядущие меня еще будут толкать, и пьющие меня еще будут жаждать, слушающие меня не постыдиться и трудящиеся со мною не погрешат». Все это книга завета Бога Всевышнего. Мы не заметили, как от, как кажется, бытовых наставлений перешел под влиянием Духа Святого, мудрый наставник, к песне в честь премудрости, к песне в честь Израиля, которому надлежит явиться благодетелем рода человеческого, когда явится воплощение Единородного Сына Божия. Закон, который заповедал Моисей как наследие сонмам Израилевым. Он насыщает мудростью, как фессон, и как тигр во дни новин. Он наполняет разумом, как ефрат, и как иордан во дни жатвы. Он разливает учения, как свет, и как геон во время собирания винограда. Первый человек не достиг полного познания ее. Не исследует ее так же и последний. Наивно думать, что приобщенный к премудрости, ты уже, оставаясь человеком, овладел ею. Она лишь ведет тебя. Только тогда, когда закончится земное, когда спадут пелены, которые отделяют нас от самого Бога и от вечной жизни Его, тогда, говорит апостол Павел, увидим мы все и познаем, как сами познаны от сотворившего нас. Ныне же пребывают сиитрии, вера, надежда, любовь. Любовь из них больше. Не думай высоко о своей просвещенности, даже тогда, когда ты приобщен к словам премудрости. Ибо мысли ее полнее моря и намерения ее глубже великой бездны. И я, как канал из реки и как водопровод, вышла в рай. Я сказала, полью мой сад и напою мои гряды. И вот канал мой сделался рекою, и река моя сделалась морем, и буду я сиять учением, как утренним светом, и далеко проявлю его. Это ли не мессианские пророчества? Хоть и во времена жизни Израиля благодать Божия посещала народ свой и просвещала его, и давала ясные знамения близости Божьей к избранному стаду своему, но надлежит еще явиться великому новому утру, явиться еще и, несомненно, совершеннейшему, тогда как некие реки, некие каналы сделаются великим морем. Так что далеко проявится этот утренний свет, далеко воссияют лучи вошедшего солнца правды Иисуса Христа. И буду я изливать учение, как пророчество, и оставлю его в роды вечные. «Видите, что я трудился», делает вывод Иисус, сын Сирахов, «что я трудился не для себя одного, но для всех, ищущих премудрости, а значит, и для нас с вами, живущих во времена новозаветной». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok